Главная новость последних дней повышения стоимости проезда в коммерческом и муниципальном транспорте Липецка. До 17 рублей днём и до 20 в вечернее время. Последнее касается только муниципального транспорта. Маршрутки по одной цене круглосуточно. При этом все льготы сохранились. 10 рублей опять же, я повторюсь всё-таки, для студентов, школьников нигде такой льготы нет у нас на сегодня. 5 рублей для детей из малобеспечных семей. Почему мы это не берём внимание? Значит, многодетные бесплатно, все садоводческие маршруты бесплатно, это почти 90%, включая пенсионеры. Транспортная карта то, что, по мнению Николая Новикова, должно быть у каждого липчанина. Проезд по ней в муниципальном транспорте обойдётся дешевле, чем при оплате наличными. 14 рублей. При этом пользуются электронным билетом только треть пассажиров. И сегодня транспортная карта, у нас никаких замечаний к работе нет. Сегодня достаточно платёжных терминалов. В этом году мы ещё три приобрели. Их уже 30 сегодня. И плюс многофункциональных центров. У нас все платёжные терминалы в транспортных средствах. Я вот, у меня еженедельно докладываю, сколько сбой, да? У нас практически работает безукоризненно. Какую выгоду получат пассажиры от роста стоимости проезда? Отвечая на этот вопрос, Николай Новиков перечислил три пункта. В маршрутках появятся терминалы оплаты, водители оденут форму, и в течение следующего года на 30% обновится подвижной состав. А вот чего ждать не стоит, так это ликвидации стоячих мест. Это больше и в соответствии с требованиями для пригородных и международных перевозок. Там только по седающим местам. В соответствии с тем же положением нашим, требованиями к городскому общественному транспорту по наполняемости. Что же касается муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев, то Липецку выделяют 117 миллионов рублей на развитие транспортной инфраструктуры. Соответствующие документы уже подписаны Дмитрием Медведевым и направлены Совету директоров Всемирного банка. Михаил Шушаков, Михаил Жилкин. Липецкое время.